В музыкальной сфере Алексей Кашников уже более 15 лет. Пришедший еще подростком в далеком 2001 году в видновский клуб самодеятельно-песни «Горизонт», чтобы научиться играть на гитаре, сейчас он уже руководитель и главный идейный вдохновитель фестиваля «Многофест». Не менее долгая история и у самого музыкального праздника. Алексей с гордостью рассказывает о том, как зародился этот опен-эйр. Изначально в городе Видное был фестиваль многоголосия, фестиваль авторской песни исключительный. А на десятилетие фестиваля мы решили, что надо как-то это десятилетие отметить более грандиозно. И вывезли фестиваль на открытый воздух, на поляну Григорчикова. И уже он переименовался со временем в «Многофест». По признанию Алексея Кашникова, за время своего существования «Многофест» значительно вырос. Если в самом начале он скорее напоминал очень узкий круг единомышленников-любителей бардовской песни, то сейчас это большой музыкальный праздник. Постоянно расширяется география участников фестиваля. Сюда приезжают исполнители из самых дальних уголков нашей страны. А гостей «Многофеста», помимо собственной музыки, ждут самые разнообразные развлечения. Фаер-шоу, квесты, альпинистские аттракционы, а также невероятные арт-объекты. Одним из них Алексей особенно гордится. В 12 часов ночи мы действительно открываем эту дверь в лето. Стоит посреди поляны дверь, на которой написано, что это дверь в лето. Она открывается. И все, кто в этот момент есть на поляне, они через дверь проходят так символично, что они вот из весны пришли в лето. Фестиваль живет силами всего 15 человек. Именно столько людей входит в инициативную группу. Крепкая дружная команда занимается всеми насущными вопросами, которых очень и очень немало. К счастью, существенную помощь оказывают и волонтеры. Но ключевая фигура Многофеста – это все-таки Алексей Кашников. Подготовка к Многофесту у нас начинается в апреле месяце. Алексей Николаевич собирает собрание, где обсуждаются ключевые моменты. Ну и, собственно, заряжает нас позитивом, настроем к работе. Алексей Николаевич дышит этим фестивалем. Он вкладывает в него душу. И такой творческий и вместе с тем серьезный подход приносит свои плоды. В чем же успех Многофеста, по мнению его координаторов? В количестве привлеченной молодежи, потому что по большей части этот фестиваль для молодежи. Количество музыкальных жанров, что называется, которые идут в ногу со временем. Но при этом не забываем и про авторскую песню, бардовскую песню. В этом году Многофест пройдет на новой площадке с более удобной фестивальной поляной, где сможет разместиться еще большее число гостей. Вход свободный. Екатерина Коваленко, Алисия Руднев и Ольга Садовская. Видное ТВ.